Добрый день, уважаемые коллеги! Приближается День науки, и я приготовил рассказ о своих коллегах, замечательных ученых, лингвистах, с которыми мне довелось встретиться на своем жизненном и научном пути. Я буду рассказывать о них в той очередности, которую я сам себе задал. Но более подробно буду останавливаться на некоторых из этих образов. Потому что с некоторыми я работал довольно долго, встречался часто. А части этих замечательных лингвистов были в моей жизни более известны по их трудам. То есть я работал с их трудами по лингвистике. Но какое-то время мне было интересно с ними еще переписываться. С тех пор, как возник этот способ переписываться по электронной почте, я установил связь с некоторыми из известных лингвистов и переписывался по электронной почте. К сожалению, в великой горести все те люди, о которых я сегодня буду рассказывать, ушли из жизни. Но они оставили замечательный след в науке, в лингвистике. И в моей жизни тоже. Я их сначала перечислю всех, а потом буду рассказывать о каждом чуть более подробно. В тот круг людей, которые оставили неизгладимый след на моем научном пути, входят Юрий Владимирович Андуганов, известный финогровед, исследователь марийского языка. Была у меня замечательная встреча с выдающимся лингвистом Лией Васильевной Абандарко. И о ней мне хочется тоже сказать несколько благодарных слов. Значительную роль сыграли в моем становлении Алексей Алексеевич Бурыкин, известный лингвист, русист, разносторонний специалист, исследователь языков народов Севера и языков Сибири. Александр Павлович Володин, лингвист, выдающийся лингвист, представитель типологического языка знания. Юрий Сергеевич Елисеев, выдающийся финогровед и организатор науки. Ариадна Ивановна Кузнецова, Григорий Иванович Ермушкин, это коллеги Юрия Сергеевича Елисеева. Анатолий Николаевич Куклин, замечательный лингвист, исследователь марийского языка. Алла Александровна Мальцева, Лизаида Ивановна Убрятова, представитель Новосибирской лингвистической школы Евгений Арнольдович Хилингский, очень известный лингвист, компаративист, исследователь самодийских языков. Наталья Николаевича Рабокова, известный кирколог, и Майя Ивановича Ремисина. Майя Ивановича Ремисина, мой научный руководитель. Она первая была в начале того пути, на который мне предстояло вступить, в далеком, теперь уже, в 87-м году, когда я впервые приехал в Новосибирский академгородок и поступил в аспирантуру Новосибирского государственного университета с задачей как можно быстрее написать сначала, затем защитить кандидатскую диссертацию по филологии и затем приступить к работе в Научно-исследовательском институте. Ну вот этот ряд замечательных ученых, которые оставили действительно очень замечательные. Остались у меня в памяти и много помогли мне и в жизни, и в Научно. Значит, Майя Иванович Ремисина, которая стояла у Истоков, о ней будет рассказ очень подробный, но в самом конце. А начну я с представления вам Юрия Владимировича Андуганова. Юрий Владимирович Андуганов – известный исследователь марийского языка, замечательный феногровед. А что такое хеногроведение, вы можете представить себе по той схеме, которая находится у вас перед глазами. Значит, хеногроведение – отрасль языкознания, которое занимается исследованием финно-угорских и самодейских языков. Ну так исторически получилось, что было давно установлено, что уральская семья языков представлена двумя ветвями. Одна финно-угорская ветвь, а другая – самодейская. Но термин появился – хеногроведение. Как будто бы изучение только финно-угорских языков. На самом деле нет. Термин финно-угоредение включает в себя исследование и самодейских языков тоже. Потому что это языки одной семьи, уральской. К финно-угорским языкам относятся два языка младшинских народов – Западной Сибири, хантыйский и мансийский. Языки финно-пермские, которые делятся на пермский – это коми и удмуртский. И, с другой стороны, языки голские, которые относятся марийский и мордовский. Мордовских языка вообще два. И я просто знаю ситуацию изнутри. Часто бываю в Саранске. И исследователи мордовских языков всегда очень остро реагируют, когда в разговоре невольно говоришь единственное числе мордовский язык. Это совершенно неверно. Они готовы противостоять всячески этой ошибке с их точки зрения. Потому что рязянский язык – это один язык, а мокшанский – это другой. Нельзя их объединять под одним названием мордовский. Это мордовские. И вот это одна вещь. Дальше к финно-перминским же относятся Саамский и Балтийско-финские, которые, конечно, ранее когда-то были более многочисленны по своему составу. Но теперь из этой подгруппы остались два крупных языка. Финский и эстонский, а нет, еще карельский – крупный язык. И мелкие финно-перминские языки – вепский, ижорский, водский, ливский. Перечисление финно-перминских языков закончилось. А к самодийским относятся языки, распространенные преимущественно теперь в Западной Сибири, на севере Красноярского края, на севере европейской части России. Это ненецкий, эницкий, гоносанский и селькубский. Когда-то в далекие времена группа самодийских языков была более многочисленной. И южная ветвь самодийских языков вообще долгое время существовала на территории, на которой мы находимся, то есть юг Красноярского края, территория к северу от Саян, там, где сейчас современная Тува, вот в этом районе, то есть юг от Красноярска. Их так и называют саянские сельмодийские языки. Ну, в течение длительного времени эта группа языков подверглась в юг Яне тюркских языков, и частично была ассимилирована. А находившиеся к северу из реки, они просто откочевали далеко на север. И вот та территория, которая сейчас им не охватывает. Это большой полуостров Таймыр почти весь, к югу от него территория, Емол-Ненецкий автономный округ и Емол-Ненецкий автономный округ уже в регионах Европейской России. Возвращаясь к Юл-Аюрию Шандуганову. Юл-Аюрию Шандуганов, значит, исследователь юмористического языка. Как мы с ним встретились? Он по характеру оказался очень человек общительный, свойский и живой. Мы впервые встретились в Финляндии, в Юго-Скуля, где проходил в 1995 году очередной Международный конгресс финно-угроведов. Международные конгрессы финно-угроведов проводятся с 1960 года поочередно в странах с преобладающим финно-угровским населением. Таких стран в странах в странах я сказал, с преобладающим. Россия туда входит, но это очень условно по отношению к России. Конечно, финно-угровская население у нас не преобладает, но почти все финно-угровские народы проживают в пределах России. поочередно первый конгресс финно-угроведов проходил в Венгрии, в Будапеште. Затем через пять лет международный конгресс финно-угроведов приняла Финляндия, затем Эстония. Эстония тогда была эстонской эссерой в составе союзно-советских социалистических республик. Тем не менее, для нее было сделано исключение, и она самостоятельно отдельно принимала международный конгресс финно-угроведов. Ну и дальше РСФСР. В РСФСР пять автономных республик с финно-угровским населением. Ну вот как-то между ними было согласие у кого проводить этот конгресс. Эти республики вы все знаете. Карельская столица Петрозаводск. Коми столица Сыктывкар. Удмуртия столица Ижевск. Марийская сейчас называется Марий-Эл столица Йошкар-Ала и Мордолия столица Саранск. Так вот в 1995 году международный конгресс в Финно-угроведе принимала Финляндия. Конгресс проходил не в столице, не в Фельсинки, а в небольшом городке Люверспюля к северу от столицы. Я приехал туда, только что защитив кандидатскую диссертацию. В 1994 году произошла защита кандидатской диссертации в Новосибирске. А уже в следующем году я поехал на конгресс и там меня заприметил Юрий Владимирович Андуганов. Не знаю, как он вышел на меня, кто-то ему сказал, что вот есть такой новоспеченный кандидат наук, и он сразу меня взял в оборот. он сразу предложил в следующий раз выехать из Ханты-Мансийска и приехать в Вершкаралу к нему. В следующем году, в 1996 я правда поехал в Вершкаралу. Здесь меня встретил уже во всеоружии Юрий Владимирович и сходу сказал вот я решил что ты будешь докторантом нашего университета. Вот такие люди бывают. Вот по характеру, вот Юрий Владимирович. Ну вот психология это называется, наверное, экстраверт. Вот экстраверт как характеризуется. Человек, деятельность которого направлена на окружающих людей. Это очень деятельная натура. Деятельная, вовлекающая свои действия всех окружающих без исключения. Вот такой живой, активный человек, экстраверт. вот абсолютный экстраверт. Он сразу меня радует. Всего завтрашнего дня докторанта Марийского государственного университета, садишься писать докторскую диссертацию. у меня даже мыслях не было. Я только что стал кандидатом науки, думал, вот сейчас я буду отдыхать. 10 лет буду ничего не делать. А Юрий Владимирович взял в оборот. Ну почему-то я дал согласие. Это тоже свойство таких людей, как Юрий Владимирович. они умеют сделать так предложение, что и отказаться-то нельзя. Нельзя отказаться. Я не смог отказаться. Стал докторантом Марийского государственного университета. И волей в неволе мне пришлось много времени проводить в Вашкороле. Хотя я уже работал в научно-исследовательском институте на работе мне пошли навстречу и отпускали на довольно длительные сроки в Вашкороле. Вашкороле мне понравилось. Очень городок тихий, спокойный, зеленый. Совсем как Абакан. Машей мало. То, что мне было нужно. А я по характеру скорее полная противоположность. я может быть и не абсолютный, но все-таки больше интроверт. То есть интроверт это человек, который замкнутый в себе, не склонен присоединяться к новым компаниям. Вообще сосредоточенный в самом себе. Вот я такой оказался. И вот как мы сошлись. Это же уму непостижение. Это как у Пушкина. они сошлись. Лед и пламень не столь различные между собой. И вот приезжая всякий раз в Йошкаралу, я не нашел лучшего занятия, как гулять по Йошкарале, совершая длительные прогулки. И только изредка заходя в Мариинский государственный университет на филологический факультет Юрия Владимировича Андугана. Ну, наше общение было очень такое нестабильное. Когда я приходил, я сразу видел, что он всегда в окружении людей. Вокруг него всегда в гуще делал каких-то событий. К нему идут люди сплошной поток. Даже нельзя вклиниться в этот поток. и я будучи противоположной натурой приходил, сидел или стоял в сторонке некоторое время и так вот уходил незаметно. вот таково было наше общение. Конечно, особого результата это не давало, абсолютно. мы даже не удосужились сколько-нибудь подробно обсудить тему моей предстоящей докторской диссертации. и вообще о такой плотной работе не было и речи. Но все-таки я был доволен. Я был доволен, что вот я приезжаю в Караул, в центр финнового ведения, встречаюсь с Юрием Владимировичем, изредка вижу его так, издалека. Этого мне было достаточно. потом оказалось, что Юрий Владимирович никогда не забывал про нее. И в 98 году он наведался в Канты-Мансийск. Я об этом забыл, но готовясь к этой лекции нашел вот эту книжку. Она называется «Историческая грамматика марийского языка синтаксис». Автор, конечно, Юрий Владимирович Андуганов. Оказывается, он эту книжку привез с собой в Канты-Мансийск. Оказывается, дело происходило в апреле 98 года. И он эту книжку мне подарил с дарственной надписью. И тут написано «Дорогому Андрею Даниловичу в день встречи на земле Угорье с наилучшими пожеланиями». 23 апреля 98 года. Из этой записи видно, что он приезжал, потому что на земле Угорье написано. Наш регион называется еще Югра. Я не помню, честно скажу, я не помню. Может быть, я не помню, именно потому, что, как всегда, и в этот приезд Юрий Владимирович хантемансист. Мы ничего подробно не обсуждали по моей работе, хотя я и тогда уже еще, тогда еще числился докторантом Морисского государственного университета. и потом Юрий Владимирович уехал. На следующий год я снова поехал в Ешкаралу. Летом, видимо, уже подошел мой отпуск, а может быть, я взял раньше отпуск, где-то в начале июня, следующего года я поехал в Ешкаралу. Ну, наверное, уже подходил срок окончания докторантуры в Морисском государственном университете. И вот в начале июня 99-го я поехал в Ешкаралу. И почти весь июнь вот так прошел как всегда. Я гулял по Ешкарале, каждый день выбираю новый маршрут. И прошел июнь, закончился. На следующий день я снова пошел по какому-то маршруту и зашел опять на филологический факультет Мариинского государственного университета видимо с целью побеседовать с Ильей Мадюшевичем о своей работе и о завершении и незавершении моей работы в докторантуре Мариинского государственного университета. после обеда время уже было где-то часа три или четыре и я как всегда вошел в кабинет Юрия Владимировича он был тогда деканом филологического факультета. пробиться к нему было абсолютно невозможно потому что поток посетителей он был постоянный нескончаемый Илья Владимирович конечно меня упитил в первый момент поздоровался мол сейчас сейчас закончу и мы поговорим я выдержал минут пять десять пятнадцать нескончаемого приема посетителей Юрием Владимировичем и вышел в коридор в коридоре ну как не вести если нет наверно в вузах стенды с фотографиями с рассказами о деятельности филологического факультета на каждой второй фотографии Илья Владимирович в центре группы людей на трибуне и я так обошел все эти стенды и уже собрался со всем уйти со всем в это время вышел из другого кабинета Силанкий Сатиневич Сабитов а Сатиневич Сабитов это известный марийский фольклорист ровесник Юрия Владимировича и он заведовал кафедрой фольклористики наверное а может и литературы и вот Силанкий Сатиневич приходит видит меня и говорит что за дела какими судьбами наверное к Юрию Владимировичу я говорю ну да я его знаю это беспокойный человек ты к нему зря пришел пойдем ко мне лучше он меня берет за руку и заводится пойдем лучше ко мне усаживает меня хочешь чай или кофе я говорю чай все сейчас я приготовлю чай садись располагайся будем беседовать значит о фольклоре марийского народа его меня как душой отдохну там в кабинете у Силанки Сатевича значит мы неспешно так беседовали и в это время входит нет неправильно не сказал не входит врывается Юрий Владимирович о Андрей ты здесь Силанки ты чего это забрал моего молодого коллегу Силанки Сатевич ну как Юрий он тут без призора находился поэтому я его почему его не пригласил к себе ну вот Ленечка у меня люди люди вот знаю у тебя всегда люди а Юрий Владимирович оказался очень памятливый вот понимаете вот натура деятельная есть в делах в этот момент он не забыл и ко мне с вопросом Андрей у тебя сегодня день рождения я смотрю насторожился Силанки Сатевич я говорю да у меня сегодня день рождения 1 июля я ну я вообще не любитель праздновать сегодня день рождения как-то старался как бы не даже не вспоминать в этот день но Юрий Владимирович оказывается помню ну все говорит сейчас мы решим говорит Силанки я тебе позвоню ну конечно конечно подходит к телефону звонит видимо супруге Маргарита Александровна супруга его зовут Рита значит сегодня вечером у нас будет молодой коллега молодой феногровец расписал меня во всех мне стало неудобно мол готовься и какое-нибудь национальное наше блюдо обязательно у марийцев много национальных блюдок еще кухня богатая есть и мясная но лучше всего им даются рыбные вот какое-то есть блюдо марийского из мелкой рыбы вот про это сказал приготовить обязательно вот этот деликатес наш вечером будем торт мы сами купим по дороге все туда указания и исчез а сказал через полчаса поедем у него машина и молчит про меня и молчит день рождения у человека молчит ну я говорю я не хочу не давай я тоже что-нибудь подарю и пошел к своему книжному шкафу и тут уже я немножко насторожился потому что фольклористы любят дарить фольклорные тома которые они готовят а эти фольклорные тома обычно идут сдвоенные и вот если два тома больших вместе соединить получит килограмм пять и думаю вот он сейчас какой-нибудь фольклорный том мне вручит и потом с ним значит его нужно таскать ну нет обошлось сеть нашел две маленькие тоненькие книжки и одну из них подписал а потом сказал если Юрий Владимирович сказал полчаса рассчитывай на час потому что я говорю давай еще кое-что тебе расскажу ну я говорю уже время к пяти и уже пять а может уже шестой час я говорю Иван Чистоевич ну вам наверное надо идти ну ничего ничего я посижу наверное в этот день ради именинника и мы с ним сидели вот ну наверное да час еще сидели пока Юрий Владимирович не освободился от своих дел и потом вместе с ним поехали к нему домой и как раз вот дома Юрий Владимирович провел у меня свой кабинет поискал немного и нашел вот эту книгу а сначала предварительно меня так спросив а знаешь кто такой Пауэлли Айс ну я ну конечно знает но финногровед вообще всем исследовать не только финногорских языков конечно я знаю что они знают все кто такой Пауэлли Айс выдающийся лингвист выдающийся финногровед он жил и работал в Тарту университете Тарту в это время был центр финногроведения вообще всесоюзного масштаба и Пауэлли Айс возглавлял всю работу по изучению финногровских языков СССР ну я говорю знаю вот книга о нем и я ее тебе подпишу дальше садится и делает запись так запись он сделал на марийском языке ну видимо общий смысл такой дорогой Андрей там с днем рождения академик Пауэлли Аристы упоминается значит пусть Пауэлли Аристы будет ну вот твоим маяком наверное в твоем научном пути в этом смысле и подписал 1 июля 99 года в этой же книге есть потом я нашел фотография сейчас она на экране Пауэлли Аристы в окружении своих учеников из финногорских регионов Российской Федерации и Ирл Аюшин Дуганов там присутствует он ученик Пауэлли Аристы ну где вы думаете он находится по правую руку самый активный самый добросовестный самый путливый ученик академика Айс конечно Юлия Аристы Юлия Аристы Дуганова Затем он значит еще какое-то время я провел в Яшкарале выезжал и в загородный лагерь на спортивные какие-то на отдых и на разного рода оздоровительные мероприятия и на спортивные всякие мероприятия и на этом моя работа в Мариинском государственном институте закончилась к сожалению без особого результата писать докторскую диссертацию я начал но так уж совсем неопределенно по неопределенной широкой теме особенно никакого конкретного не ощущалось но тем не менее я этот период вспоминаю знаете вот благодарность как самый лучший в моей жизни на научном пути вот это общение неопределенно неопределенно неопределенность неопределенно 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 неопределенность неопределенность вуза даже тех кто учился в средней школе я знаю что знает что такая ливасинная бандарка потому что это выдающийся ученый замечательный лингвист продолжатель той политической школы которая родилась которая зародилась в Санкт-Петербургском государственном университете ну тогда он назывался конечно по-другому и основатель этой школы был выдающийся ученый лингвист академик Лев Владимирович Щерба Лев Владимирович Щерба значит занимался разными сторонами языка ну больше известен как лексиколог и лексикограф выдающийся а также замечательный фонетист то есть он основал школу фонетического изучения языков в Санкт-Петербургском государственном университете и создал и его ученики составляют целую плеяду замечательных лингвистов исследователей фонетики разных языков учениками Льва Владимирович Щербы были Лев Рафаилович Зиндер и Маргарита Ивановна Матусевич а Лев Васильевна это ученица Зиндера и Маргарита Ивановна Матусевич то есть она восприняла вот эту концепцию Академика Щербы от своих замечательных учителей Зиндера и Матусевича и продолжила как мы оказались в стенах Санкт-Петербургского университета на кафедре фонетики и методики изучения иностранных языков значит у нас в институте одно время как-то озаботились вопросами графики и орфографии хантейского языка и почему-то было решено что надо для этого предварительно пройти курсы фонетические курсы и непременно в Санкт-Петербургском государственном университете на кафедре Ли Васильевны Бандар не знаю это в голову пришло первому но в результате небольшая группа из нашего института трое или четверо в 2004 году в апреле поехали в Санкт-Петербург университет и прямиком на кафедру Ли Васильевны Бандар оказывается был заключен договор между этой кафедрой и нашим институтом о проведении вот таких специализированных курсов по фонетике и по фонологии первую такую вводную лекцию нам прочитала сама ее последующие занятия у нас были сотрудниками ее кафедры ну и заключительный день мы там неделю наверное провели каждый день занимаясь по той или иной теме и завершающую завершающую беседу нас пригласила опять Ли Васильевна когда наша беседа подошла к концу Ли Васильевна сказала вот я хочу вам каждому вручить наши пособия сотрудников нашей кафедры ну чтобы в дальнейшем тоже не забыли то чему обучались здесь в стенах университета каждому вручила а мне подарила вот эту это ее учебник панетика современного русского языка но больше всего конечно замечательный учебник конечно это прекрасный стиль изложения очень понятный и доступный хотя высокий научный стиль и больше всего меня поразила та запись которую она сделала в этой книжке глубоко уважаемому Андрею Даниловичу с наилучшими пожеланиями ее подпись Санкт-Петербург апрель 2004 я сначала не не предал как бы ну может быть не до конца невнимательно прочитал когда она ручала а потом уже по прошествии времени я открывал вот эту книгу натыкался на вот эту запись и каждый раз поражался мне так страшно неудобно вот понимаете большой ученый можно сказать и великий так запросто пишет мне простому какому-то исследователю глубоко уважаемому Андрею совершенно простота и человечность которые сквозят в каждом условии я можно сказать что не совсем работы Ильи Васильевны Ван Дарк укладывается вот в ту нашу тему финнового ведения но с другой стороны я решила сказать о ней именно потому что вот эта школа фонетическая которая она которая она развивала идея этой школы сейчас развиваются и практически используется сотрудниками института филологии сибирского отделения РАМ в Новосибирске и их подход там есть лаборатория экспериментальной фонетики которая занимается исследование фонетики языков коренных народов Сибири и в своей работе они используют как раз идеи той фонетической школы которую основу которой заложил академик Щерба и которую затем развивали его ученики включая Ли Василий Вандарко Ли Василий Вандарко имеет отношение все-таки изучению языков народов Сибири и в том числе финногорских языков есть еще целый ряд финогроведов с которыми я в жизни встречался и которые так или иначе повлияли на мое мировоззрение в области изучения финногорских языков но больше всего меня направил на правильный путь в этом деле Юрий Сергеевич Елисеев вот Юрий Сергеевич Елисеев это вторая по величине по значимости фигура в советском финогроведении а первое я уже сказал это академик Арестер академик Арестер жил и работал в Тарту и в Тарту в Тарту в Тарту была душа советского финогроведения а сердце работало в Москве этим сердцем был Юрий Сергеевич Елисеев он заведовал сектором финогроведских языков институте языкознания тогда академии наук СССР сейчас институте языкознания РАМ и до самой своей смерти в 2010 году он возглавлял всю практическую работу по изучению финногорских языков в масштабах всей страны наверное сам он был исследователем финского языка в годы войны был военным переводчиком на Ленинградском фронте то есть он хорошо знал нехорошо он досконально знал финский язык был переводчиком и делом всей его жизни было создание словаря финского языка он наверное создал несколько вариантов словаря финского языка вот один из них это вот этот маленький желтый словарь который вышел финско-русско-финский словарь который вышел в серии маленькие желтые словари от гумерус они издаются в финляндии и русско-финский составлены Юрия Сергеевич Юлисей он мне подарил судя по записи в июне 2004 года я до сих пор помню этот момент мы с ним встретились не в институте языкознания ран в конце жизни он болел и очень у него были большие проблемы со зрением но все-таки он работал достаточно активно поддерживал всех исследователей финногорских языков и меня тоже поддержал когда я захотел отписать казинский диалект хантыйского языка книжка вышла тоненькая мое описание казинского диалекта хантыйского языка но перед этим я очень долго переписывался с ним в электронной почте передал ему рукопись которую я предварительно выполнил а он просмотрел эту рукопись дал очень ценные советы и сделал замечания и предложения в целях улучшения моей рукописи я все это принял работу и стал работать а еще в 2004 году я приехал в Москву в институт языкознания ран но Юрия Сергеевича не была в самом здании института ну потому что он работал дома и я звонил ему позвонил ему и он в общем откликнулся он сказал что я редко теперь выхожу но раз вы приехали я передам еще какие-то свои замечания и предложения по вашей рукописи и мы можем встретиться в метро почему-то им было выбрано метро как место встречи но я понял почему потому что это одна из отдаленных станций не самая нагруженная он видимо там недалеко живет и ему для разнообразия хотелось не просто выйти из дома а еще какой-то промежуток пройти и спуститься в метро а чтобы я не выходил из метро я умирился приехать на метро но чтобы я не выходил на поверхность он сам решил спуститься мы договорились на какую станцию мы встретимся где очень подробно он мне все рассказал мы там правда встретились и вот он при этой встрече вытащил ну сначала передал мне свои замечания и предложения последние которые я должен был учесть а потом вытащил вот этот словарик и там я стал писать населенную какую-то скамейку там на некоторых станциях есть скамьи мы сели туда и он вытащил ручку ручка плохо писала вначале вот эта первая буква запись дальше очень долго не выходила буква а он так несколько раз потом кажется отложил эту ручку взял другую пишите написал мне вот что Андрею Даниловичу Каксину с добрыми пожеланиями от автора число я может это 0,1 июня июня 2004 это бесценную книжку я тоже храню потому что ее мне подарил и веселее через замечательную чулу бингвист и о нем тоже я могу рассказывать долго и бесконечно но сегодня я свой рассказ завершаю в помощь от в в в в в в Продолжение следует...